Здравствуйте, друзья! Неделю назад мы выпустили ролик «Телеканал Россия пробивает дно», где раскрыли явно манипулятивный характер репортажа этого телеканала в отношении нашего кандидата Павла Николаевича Грудинина. Например, в качестве фотоиллюстрации к ролику на своем YouTube-канале под названием «Президент призвал конкурентов не давать россиянам неуполнимых обещаний» телевизионщики поставили фотографию с пресс-конференции Павла Грудинина. При этом, при просмотре самого видеосюжета можно убедиться, что президент Путин, говоря о кандидатах, не имел в виду конкретно Грудинина либо кого-то еще. Таким образом, телеканал «Россия», сопровождая видеосюжет названием и иллюстрацией, в совокупности несоответствующим его содержанию, явным образом занимается манипуляцией. Причем, за точно такую же манипуляцию в апреле 2016 года, когда фото Путина подставили к статье о панамском офшоре, было наказано руководство РБК, а сам телеканал «Россия» в лице ведущего Дмитрия Киселева очень негодовал. Этот наш видеосюжет набрал сотни тысяч просмотров, тысячи гневных комментариев в адрес телеканала. После чего мы думали, телеканал снизит градус манипулятивности и прекратит искажать информацию о Грудинине, выставляя его в негативном свете. Прекратит давать просто ложную информацию о кандидате. Но не тут-то было. Субъективно грязи стало еще больше. Вот как сейчас строятся сюжеты на телеканале «Россия» о Павле Грудинине. В нашей программе записано, что главное это все-таки производство. Главное это те люди, которые работают на нашу страну, на обороноспособность, чтобы у нашего населения, у наших граждан были деньги, чтобы купить качественную продукцию. А вот на всех его встречах и с журналистами, и с потенциальными избирателями по-прежнему одна из самых актуальных тем — его зарубежные счета. История тянется уже второй месяц. Сначала была информация о пяти австрийских счетах, потом еще о двух швейцарских. Сегодня его спросили, почему их было так сложно сразу закрыть. О своих зарубежных счетах я уведомил налоговую инспекцию в марте и в июле этого года. Я их открыл. И поэтому никогда я ничего не скрывал. Оппонент коммунистов Владимир Жириновский отреагировал тут же. Грудинин счета, не может закрыть все счета. У человека миллиарды за рубежом, и он идет от коммунистической партии. Заметьте, что сразу после информации о поездках кандидата тут же дается информация негативного характера. Сразу ставят в кадр Жириновского, который утверждает, что у Грудинина за рубежом миллиарды. При этом, разумеется, никаких миллиардов нет, о чем знают и журналисты, и Жириновский. Но при этом все равно тема мусолится. В общем, мне как стороннику и как доверенному лицу Павла Николаевича вся эта грязь надоела. Я считаю, что телеканал «Россия» грубым образом нарушает требования действующего законодательства, а также мои законные права и интересы. Напоминаю, что в соответствии с частью второй статьи 46 закона о выборах президента Российской Федерации информационные материалы, размещаемые в средствах массовой информации, должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов. Также в соответствии со статьей 51 закона о средствах массовой информации не допускается использование установленных законов прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений и распространения слухов под видом достоверных сообщений. Я уверен, что деятельность телеканала «Россия» по освещению предвыборной деятельности кандидатов президента Российской Федерации грубо нарушают вышеуказанные нормы закона. На этом основании я составил петицию в адрес руководства телеканала «Россия», где требую, во-первых, незамедлительно после получения моей претензии устранить вышеуказанные недостатки в информационной деятельности телеканала и впредь не нарушать требования к освещению предвыборной деятельности кандидатов президента Российской Федерации. Во-вторых, я требую разместить в телевизионном эфире телеканала «Россия» на его официальном сайте, а также на видеохостинге YouTube в его официальном канале видеосюжет с опровержением недостоверной информации, опубликованной о Павле Николаевиче Грудини. Вот, например, можно начать с выдуманных миллиардов. В противном случае я буду вынужден обратиться в суд с иском о защите своих прав и взыскании морального вреда. Дорогие друзья, внизу под роликом размещен текст моей претензии в адрес руководства телеканала. Скачивайте, подписывайте и отправляйте такие претензии от своего имени. Давайте заставим закон работать. Давайте заставим нас уважать и уважать наш выбор. Не позволим обливать грязью Павла Николаевича Грудинина. Если честно, я думаю, что высока вероятность того, что руководство телеканала к нам не прислушается. Ну что же, мы тогда пойдем в суд и в суде будем отстаивать наши законные права и интересы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы будем держать вас в курсе дальнейших событий. На нашем канале будет интересно. Пока.